Турнир по мини-футболу, в котором участвуют ученики профильных классов и сотрудники подразделений силовых веденс, курирующих эти самые классы, проходит уже в пятый раз. И право, это состязание можно назвать уникальным. Ведь, во-первых, кроме юных спортсменов, здесь в числе участников так называемые трудные подростки, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. А во-вторых, взрослые и дети здесь выступают в одной команде, что, вне всяких сомнений, способствует лучшему взаимопониманию между поколениями, да и просто повышает интерес самого соревнования. Уровень мастерства участников с каждым годом растет. Для меня это первое посещение, да, но вот мои сотрудники, которые непосредственно принимают в этом участие, конечно, отмечают, что дети растут и, соответственно, уровень их мастерства тоже растет. Поэтому и, в принципе, соревнования. Детский футбол гораздо интереснее, чем взрослый. Действительно, в детском футболе есть свое очарование. А когда наряду с юными футболистами на площадку выходят взрослые любители футбола, то и вовсе состязания приобретают какую-то свою. Особую атмосферу. К тому же нельзя не отметить уровень игры, например, финального матча, в котором только один мяч, да и то в дополнительное время решил судьбу поединка. Но, выделяя победителей, профильный класс Мозорского Гручес и средний школ номер 15, отметим и команду инспекции по делам несовершеннолетних и ее блестяще игравшего вратаря Юрия Квасницкого. Отрадно то, что в этом году команда подростков, которые состоят у нас на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, в стремительной борьбе заняла второе место. Это радует. Поэтому, я думаю, что традиционно будем проводить и в дальнейшем такие мероприятия, не только которые связаны с футболом. Возможно, просмотрим, может быть, какие-то другие варианты и какие-то другие спортивные мероприятия. Приз лучшего игрока среди школьников получил Игорь Пискун, галкипер средней школы номер 15. А бронзовые медали за третье место в турнире – лицеисты из класса правоведения и их кураторы из исправительной трудовой колонии. Четвертая команда, которая хоть и не поднялась на пятистал почета, но тоже достойна добрых слов – это команда Калинковической инспекции по делам несовершеннолетних.